друзья мы наконец вышли на маршрут правда 12 часов пол первого даже самая жара но зато посмотрите что впереди описание которое я на бэкпэк ru нашел нифига уже не соответствует там 13 год был китайцы все перестроили по крайней мере указателя 194 километра уже нету а тропа вот она это типа тропа теперь будем надеяться что там будет все-таки тропа сидим у дороги жарко причем конкретно жарко сильно за 20 что делать бросали рюкзаки потому что тени на дороге вообще нет нигде сами слезли вниз кустарник у нас еще минус ведь аню простуда еще с москвы крутит враги не прорвутся что пьем всякую химическую дрянь лечимся сильно себя не напрягаем гоним простуду вышли к слиянию этой речке который название не знаю бензы которая здесь и он называется витек идет зонтиком ему в шапке очень жарко обязательно его еще температура подгаживает слегка потихонечку втягиваемся в ущелье крадущегося тигра вот эти вот горы это обрамление крадущегося тигра я так понял что вообще правильно ущелье называется ущелье крадущегося тигра сама теснина это прыжок тигра но все стали называть его просто прыжок тигра сейчас она именно так и известно вот это вот у нас получается будет правый борт самого глубокого в мире ущелья считается что здесь от верхней точки до нижней три с половиной километра даже больше 2 от верхней точки до воды янзы здесь вполне пока еще такая миленькая речка вот так особого течения нету и кругом китайцы живут поля растут какой-то горох здесь вот выращивают на террасах вот прошли мы уже там ячменем ячмень видели в общем рис остался там где-то внизу здесь такие видимо более холодостойкие культуры когда вот лидзяну подъезжали около лидзяна везде рис а здесь что-то другое ячмень наверное какие-то разновидности но тоже злаковые и трудяги пашут вообще китайцы достойны восхищения такие вообще старательные люди мы дошли до края дороги трекинговая тропа уходит вверх начинается участок известный как 28 поворотов здесь набор порядка 300 метров вот вот крыльца над нами снежные горы под нами тут какая-то строитель какое-то строительство идет вот дорога закончилась тень просто единственная которая здесь нашли деревца под деревцем стоим вот тут гестхаус небольшой есть вот но мы его прошли хотя там заманивали нас холодными напитками но у нас воды целая куча здесь как я понял ручьи по крайней мере переходили многочисленные очередной привал на подъеме можно перевести дух и осмотреться отсюда хорошо видно янцзы входящая в ущелье прыгающего тигра и бетонка по которой мы совсем недавно топали теперь понятно зачем она нужна кажется китайцы пробивает очередной тоннель на этот раз под хребтом хабасию и шань на который мы сейчас забираемся мы сейчас набираем высоту вот этот участок на трекинговой тропе называется 28 поворотов вот где-то 600 метров набора я думаю что мы половина уже пропали точно вот вышли в такой пологий участок где лес из какой-то сосны или какой-то родственному растению но внешне очень красиво и похоже на сосну точнее даже на кедр в общем становится просто офигенно классно особенно если учесть что сейчас москве 0 и снег классно классно вообще места я смотрю с учетом того если допустим приезжать вечером в лесу вот и сразу уезжать допустим каким-нибудь ли он транспортом только хоза то много ходится к выезжать для циатол в принципе часа и если быстрым шагом здесь отличные места под стоянки вот просто шикарно то что вот первое в описаниях там ничего мы не нашли вот здесь просто классно а вода есть мы проходили сарайчик небольшой рядом с ним есть родник такой обнесенный обнесенный ключик ровка что боком коричка видимо для того чтобы скотина не лезла самостоятельно пить и горить родник так что здесь бой конечно надо кипятить вода есть а я вам скажу друзья жара конкретная башкашка кружится от такого жара не меньше тридцатника хотя конечно может быть надо холоды и московский кажется но очень-очень жарко и сухо пить хочется все время поэтому когда сюда будете заходить бить с собой много воды вот иначе будет совсем здесь засадную очень жарко просто офигеть вот мы сейчас залезли в тенек практически вот преодолели один такой рубеж подъема сейчас будет по идее гребень вот не знаю как там еще подъем по идее должен начаться спуск каньон вот но мы кажется на колпаке 28 поворотов хотя я в этом не уверен вот поставили на зарядку видео мой планшет ну что он подразредился конкретно он ночью почему-то не принял заряд вот когда мы сидели в хостеле так что мы его сейчас заряжаем от солнечной батареи сами прячемся в тенечке и пьем водичку без нее никуда и шляпа с полями обязательно иначе иначе засада да и народ мы вот забыли я уже чувствую что не стяги подгорают вот он обязательно с собой кремас и охот солнца все-таки здесь 26 градусов северной широты но все два с половиной градусов севернее тропика северного мы тупо в тропиках только в горах офигеть конечно куда мы залезли вот мы встали на лагерь почти 28 поворотов дошли до деревни Яша поняли что тут какая-то шняга и в одном описании написано что тропа сбрасывает очень сильно высоту тропа идет явно вот деревню Яша вот мы вернулись нашли родник кстати говоря сначала родник хороший нашли вернулись покопались очень походили поняли что местные жители просто свернули тропу а старая идет мы нашли эту тропу завтра по ней пойдем но решили что мы не будем больше уже так кочевряжиться и рядом вода хорошая и грецкий орех вот мы сжирали грецкие орехи воду а сейчас мы поставили лагерь я вас здесь не далеко под грецкими орехами вот тут полно топлива хорошая вода замечательный вид смотрю какие горы сегодня привет друзья с вами Андрей Чайкин но за камера как всегда виктор собственно больше народа то и нету вот мы сидим на каньоне градущегося тигра прошли 28 поворотов вчера вечером мы стали на первой удобной стоянке потому что у нас возникли сомнения относительно правильности тропы потому как во всех источниках прописано что тропа после 28 поворотов не уходит вниз остается на уровне вот мы пошли сначала по указателям которые китайцы тут нам понаставили в результате потеряли метров 200 и вышли в деревню которая вообще внизу расположена после чего мы вернулись назад потому как возникло подозрение что тропа исправлена просто напросто везде вот и действительно нашли хорошую мощную тропу которая идет по так сказать траверсу обходя вот это вот ущелье и на ней остались даже указатели о том что беречь лес от пожаров на китайском и на английском каком коряло английском вот и мы пришли к выводу что просто местные жители завернули тропу чтобы крыться люди к ним приходили тратили деньги у них там гестхауса вот поэтому мы сейчас вот завтракаем потом попробуем остаться на этом вот горизонте обойти эту деревню предположительно что это деревня я ча или яша вот обойти ее верхом чтобы не терять высоты вот потому как просмотр деревни с обрыва показал что мы спускаемся в нее и потом практически как двадцать восемь поворотов нам надо снова набирать высоту на старое на старое вот ну а дальше мы попробуем сегодня пройти по максимуму прыжок тигра вот и как говорится там видно будет погода сегодня изменилась горы от нас прикрыт такой дымкой что с той стороны видимо со стороны литзяна довольно она плохая погода может быть даже дождь идет вот потому что этих горушки которые у нас тут прямо видны высотой где-то четыре с половиной 4 700 а там дальше за ними торчит основной пик гор нефритового дракона массив называется массив снежные горы нефритового дракона и высота его 5 560 вот то есть в принципе чуть-чуть не дотягивает до высоты эльбруса тут горы весьма серьезные хотя это принципе еще не тибет и гималайи это сино-тибетские горы массив сино-тибетских гор ну как бы такие отроги отходящие от массива тибет-гималайи сегодня походим посмотрим но еще маленькое такое дополнение к вчерашним нашим приключениям мы уже вот расположились здесь ореховой рощи здесь кстати говорят довольно много грецких орех вот прошлогодних мы набрали покололи поели вот уже стоим где-то ну наверное часов 9 вечера вот готовили ужин более того ужин мы уже сготовили готовили вечерний чай вот тут слышим идут китайцы вот идут китайцы и там что-то горлопанец такое но мы тоже так фонари повыключали ждем пока пройдут потому что они шли по нашей тропе а потом стали спускаться куда-то вниз затихли вот но у нас возникла такая ситуация такой глюк что китайцы остановились и что-то выжидают тут видите на было предположение что вообще костры тут везде написано что беречь от огня лес вот типа а у нас огонь вот что китайцы нас спалили и не уходят вот это главное то что мы так смотрим те китайцы которые были от нас справа вроде пошли куда-то вниз постихоньку а те которые от нас слева сидят и стоят сидят и сидят свет от фонарей остается на нас накатил такой конкретный глюк что китайцы затаились мы тоже затаились вот что китайцы ждут там какую-то охрану лесов там или полицию чтобы вот как говорится кто-то ждет огонь вот и нас хотят здесь теплых повязать мы так стояли выжидали ну не меньше часа наверно потом стали уже так двигаться ну старались так не хрустеть не шуметь вот стали двигаться выяснилось что свет который мы видели от типа затаившихся китайцев это снизу со строительства там фонари светят вообще бы целый час сидели такие до стреме конкретном вот просто из-за ерунды а китайцы спокойно спустились вниз по тропе куда-то к своим китайским хуторам вот и рассосались давным-давно уже спать такой вот у нас было вчера приключения начну а вообще спалось просто замечательно хорошая здесь место единственно что ровных площадок мало и хорошо что мы взяли не одну большую а две маленьких палатки поэтому удается по крайней мере под одну всегда вместо выбрать удастся вот расчистили поставили палатки вот так вот двойкой допустим стать было бы довольно сложно вот говорят что там есть еще какие-то места хорошие дальше под течением посмотрим по тропе мы прошли деревня яша яча прошли выгоднее обошли и по самому верху но судя по всему все равно где-то верхнюю тропу мы где-то прошляпили мы видели вчера на гребне ответ от вилок такой нехожим слабохожим скорее всего это она была потому что описанием потери высоты не было теперь посмотрите как нам набирать вон то наверху видимо гестхаус где ложки если по всему нам туда мы доползли наверх до какого-то гестхауса вот даже не гестхауса типа такая харчевня для чая можно попить вот мы сидим пьем чай у нас прошло две две пары это из германии и из израиля израильские ребята всплывают туда вверх потратить на час мы попричать вот когда мы сюда подходили мы увидели наконец верхнюю тропу вот где мы ее где-то прозевали мы так и не поняли увидели как на выходит если бы шли по ней минимум 200 метров думаю набора сэкономили потому что здесь конечно какой-то конкретный развод местного населения потому что в описаниях написано что вот это вот большую долину и от деревня я находится обходим верхом что мы спустились и снова поднялись подъем был не менее такой протяженный чем первый серьезный набор очередной торговый пункт аборигенов бабка пытается брать деньги за фото с хорошего места внизу янзы здесь ее янша называют здесь чувствуется что это самый глубокий каньон в мире потому что поглядите от верхних точек они в облаках до янзы до речки сыпаться мама не горюй и вид бесплатный кстати говоря там тетечка с нас бабка точнее пыталась бабки стрясти а здесь бесплатно вон янзы какая ну вот мы немножко прошли вперед открылся и открылась еще лучше панорама на прыжок тигра говорят вот таких прыжков где камень лежит в середине реки три или четыре судя по всему это первый сюда вон такой пятак сделан сюда привозят китайских туристов потому что китайские туристы не любят лазить по горам они очень такие комфортно любивые туда привозят на автобусах ходили вот по идее дальше дорога тоже пока еще идет вот и существует легенда что якобы когда-то охотники гнали тигра здесь в этих горах он вот зажатый такой прыгнул с одного берега на камень и оттуда на другой берег правда непонятно как он с этого обрыва куда-то прыгал но легенда красивая вот и тропа уже идет совсем такая тропа совсем пологая стала больше не теряем высоты не набираем обходим идем по горизонту чем такой приятный путь идет вот так что действительно интересное место интересно интересно уже обдумываем как здесь можно по противоположному берегу пролезть чтобы сделать большой такой трекинг на несколько дней на 4 5 действительно самое большое ущелье в мире вот так что мы будем смотреть на кемпляже вот мы стоим отдыхаем тропа стала совсем пологая вот внизу шумит первый прыжок таких прыжков несколько вот через заросли бамбука вот вокруг нас бамбук растет так что такой чисто китайским людям ориентировал если вы классно бабулька нам пыталась их втюхать мы так сидим поем под деревом нашли какая-то мошка летает прямо перед экраном эрпийское нищенство точнее тибетское поперек тропы стоит два рюкзака мужик сидит орехи кольт а это что-то вроде местного кладбища здесь местные аборигены на сии тибетцы поминают своих предков и не значит конкретно кладбище но здесь живут на сии тибетцы все это на фоне потрясающих ну вот вышли такое открытое место красиво видно все вот мы подходим видимо уже вторая половина маршрута видят середина и видно окончание выход уже из ущелья где янша выходит янзы янша выходит из ущелья там вдали михау Летные горы, потрясающие ущелья. Уникальная природа, но нас в этот момент волновало только одно, где найти место для ночевки. Привет, друзья! Сегодня 28 марта. Мы фактически прошли тропу, трекинговую тропу, верхнюю прыжка Тигра. Там где-то полтора километра до финала. И вчера у нас было такое подзанавес, крутое приключение, потому что мы дошли до бестхауса Halfway, который забит в Lonely Planet. Он, кстати говоря, реально очень приличный такой. Внутри такой, знаешь, как оазис такой, прикольный очень. Но, честно говоря, было бы кощунством при такой куче снаряжения и продовольствия с собой оставаться там в гестхаусе, ночевать за полторы сотни юаней в комнате или за 40 юаней где-то маститься в кучу с кем-то вместе, в такой гостевой, типа хостеловской комнате. Мы решили идти дальше. И нам местная эта самая стоянка стала рассказывать про то, что вот до ватерфола, до водопада 4 часа пути, что это очень далеко, что мы не дойдем. Вот. Ну, явно, чтобы мы остались. Но мы все равно поперли и думали, ну, если ночь настанет, потому что в описаниях сказано, что нет мест для стоянки нигде. Вот. По пути уже после этого halfway. Реально мест для стоянки практически нет. И мы уже стали размышлять о том, что мы ляжем на тропе. Вот. Но решили дойти до водопада. До водопада мы дошли за час. То есть он совсем недалеко. Вот. Водопад действительно очень красивый. Там мы такие подходили. О, гротик, гротик. Чтобы там было ровно. Подходим там ровно. Но там лужа здоровенная. Вот. В общем, у нас было такое состояние где-то минут 30 до захода солнца. Надо остановиться. А стать негде. Мы думали прямо на тропе станем. Хорошо, что не сделали. Потому что уже был сильный ветер. Но ночью поднялся. Такой вообще конкретный ураган. Вообще. Дуло страшенно. Еще видимо. Ну это скорее всего горнодолинник. Да. Такой сильный очень. Да. Но здесь дует еще усиливается сам каньон. Ущелье. Тут просто камни ворочило. Такой вообще сифон. Вот. И благодаря Вите, который, когда мы уже встали, нашли какой-то там навес. Решили, что ляжем прямо без палатки. Вот так до нас прикроют. Там камни. Вот. Ляжем чуть ли не у тропы. Витька побежал. Вперед пробежал. Две минуты. И нашел вот там маленький такой храм. Буддийский. И рядом навес для паломников. Вот этот вот. Который с крышей, со стенами с трех сторон. Кострищами внутри. В общем, мы переместились сюда. Здесь мы нормально ночевали. Поставили палатки прямо под навесом. И слава богу, что поставили. Потому что ночью даже палатки шатало ветром. Дуло так, что дальше ехать не буду. А утром поперли коровы какие-то. В общем, если бы мы лежали на тропе, нас бы точно потоптали. Вот. Так что вот этот вот навес. Он от водопада. За водопадом в сторону вот Тина Хауса. Ну, наверное, минут пять хоть бы. Не больше. Вот. То есть совсем недалеко. Но очень удобное место. Здесь вот этот вот храм. Пойдемте покажу. Вот. И там, в этом храме. Попродать не знали. Посмотрите, как она прошла. Потому что, видимо, девочка пришла. Мы еще спали. То есть до коровы. Вот. И она поставила палочки курительные. Все такое. Мы видели. Вот она выходила. Вот. Подходил к нам китаец. А может, девять. Если не знаю. Посмотрел, как мы здесь ночевали. Потому что он бежал, видимо, как пастух, что ли. Прогнал мулов мимо нас еще. Ну, мулов спокойно прошли. Ослики и мулы. Вот. Потом вернулся бегом. Вот. И когда он пробегал. Я мою котелок. Вот. Типа, что ты делаешь? Не хаос сначала, да? Потому что ты делаешь? Я говорю, да, мою. Он так показал на везви. Что, типа, там? Я говорю, да. Ммм. Круто. Потом назад бежит. А мы чай собираемся пить. Он так обалдел от вида печки. Я ему показал, где там что крутится. Он такой, да. В общем, такое у нас общение было с местным населением. Вот. Ну, а сейчас мы сворачиваемся уже под ям чаю. И пойдем вниз на автобус. И сегодня хотим прорваться в шангла. Вот. Печка уже потухает. Надо подбросить дровцов. Тут дрова очень хорошие. Горят здорово. Вот. Сейчас ветер немножко поутих. Так хоть не задувает сильно. А то вчера приходилось там чуть ли не заслонять ее. Потому что даже с печкой сносило огонь. В бессонном деревне. Прорваться. Прорваться. Субтитры подогнал «Симон»